Пошёл! Ультрамарин Мы охотники за удачи Птицы цвета ультрамарин Говорят, что за эти годы Синей птице пропал и след Что в аналах родной природы Этой твари в помине нет Говорят, что в дальние страны Подалась она навсегда Только я заявляю прямо Это полная ерунда Только мы заявляем прямо Это полная ерунда Синей птицы не стало меньше Просто в свете последних дней Идея этого проекта возникла не на пустом месте Многие годы своей жизни мы посвятили альпинизму Участвовали в чемпионатах СССР Совершали зимние восхождения на семитысячники В качестве горных гидов работали в Гималаях Поднимались на восьмитысячники, включая верест Но годы берут своё, а жажда приключений не пропадает В девяносто восьмом году мы сели на наши Нивы И поехали из Питера в базовый лагерь Эвереста Многие называли нас авантюристами Но через месяц наши автомашины прибыли к Эвересту Вскоре мы вновь начали поиски того волшебного средства Которое могло бы утолить нашу жажду приключений Так мы научились летать А затем восхождение путешествия в Тибет И полеты в Антарктиде слились воедино И родилась идея полета над Эверестом Она показалась нам настолько безумной Что если бы мы не видели фильм Лео Диккенсона Перелёт через Эверест на воздушном шаре То вряд ли сами поверили в реальность её осуществления Мы понимали, что сразу лететь над Эверестом Возможно не самый безболезненный Но зато самый верный способ самоубийства Было решено набираться опыта полётов в горах Но здесь, под Питером, только холмики Надо ехать на Кавказ Район Эльбруса мы знали очень хорошо Представляли себе все превратности погоды в этих горах И если не рисковать и лететь рано утром перед самым рассветом Да ещё и иметь группу поддержки в районе Седловины То такой полёт мог бы стать вполне безопасным На этой программе мы и остановились Звонит Василий и сообщает, что наверху Руан Эштейн Остаётся только догадываться, что бы это значило Ну ладно, на месте разберёмся Пристёгиваюсь ремнями Короткий разбег И я в воздухе Ремня